Вот столько было, когда я вышла на работу. Илье было три месяца, когда Анастасия вернулась на работу. Непростое решение обсудили на семейном совете. Подержала девушку мама, которая взяла на себя заботу о внуке. Дополнительная сумма к зарплате за выход из декрета раньше срока весомая. Больше 30 тысяч рублей. Поначалу было сложно. Сейчас, когда малыш пошел в детский сад, стало проще. Отрабатываешь, едешь, заменяешь бабушку, начинается вторая смена. Потому что тут надо и ползаем, и не ползаем, и кормить, и постирать. Начинается вторая смена. Потом приходит муж с работы, и у него начинается вторая смена. Это хорошее подспорье, так сказать, для ребенка, тому же, что-то приобрести себе. Что-то, возможность, так сказать, без кредита прожить какую-то сумму. Это хорошая помощь. Ради этого стоило выйти. Это не первый раз, когда государство оказывает поддержку. Обучение Анастасия проходила по целевому направлению. А затем в рамках программы «Земский доктор» получила средства на улучшение жилищных условий. Я прошла по программе «Земский доктор». Я получила миллион. На этот миллион купила квартиру. Еще один аргумент в пользу досрочного выхода из декрета – отсутствие второго доктора-эндоскописта в Волоконовке. Медик понимала необходимость в таком специалисте для пациентов. За время своей практики ей не раз удавалось обнаружить серьезные заболевания на ранней стадии и спасти жизнь. Конечно, важна очень нитка диагностики, потому что эндоскопия – это обследование, которое идет в стандарте обследования по многим заболеваниям, в том числе в ходе диспансеризации. Обследования требуются эндоскопические для диагностики ранней, также и онкологических заболеваний. Всего в Волоконовской больнице досрочно из декретного отпуска вышли пять специалистов. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогорья.